Всем привет, дамы и господа! Сегодня я вам расскажу о люльке от компании Joy. Моделька у нас называется i-Snack. Буковка i в креслах современных. Как закон означает то, что кресло соответствует новому стандарту i-Size. Напомню, этот стандарт появился относительно недавно и очень сильно поднял планку к безопасной перевозке детей в автомобиле. Требования там сейчас взлетели прям до небес и поэтому кресло, когда соответствует стандарту i-Size, уже по-любому можно доверять ребенку. Потому что тестить начали очень жестко, требования появились жесткие. Начали сбоку даже проверять эти кресла на боковую безопасность, скоростя увеличили. В общем, действительно с безопасностью этой модели хорошо. Плюс ко всему на ADAC это кресло получило очень хорошие оценки по безопасности. Но что самое интересное, это кресло, учитывая то, что сейчас происходит с ценами, цены просто взлетают до небес и, соответственно, купить что-то еще относительно недорогое, но с таким уровнем безопасности, очень тяжело. И Joy не перестает нас удивлять. Вот совсем недавно я еще iGIM люлечку обзор снимал. Можете найти у меня на канале, по-моему, перед этим роликом это видео. И, соответственно, посмотрите. Просто за вот эти деньги, ссылочка внизу в описании, кстати, на Мир Автокресел будет, предложений-то на рынке нет. Ну, в общем, ладно, давайте мы с вами изучим эту люлечку. Нахваливаю, нахваливаю, а ее саму вам и не показываю. Это классическая люлька группа 0, люльки 0+, так называемая, да. Это с рождения до 13 килограмм приблизительно эту люльку можно использовать. Ну, давайте килограммы уберем в сторонку, сейчас килограммы уже так особо не важны. Сейчас важно это возраст и рост уже в дальнейших группах. Поэтому с рождения мы используем люльки. Я всегда всем рекомендую не покупать универсальные кресла. Они тоже имеют место быть, среди них есть хорошие. Но самый правильный вариант, на мой личный взгляд, это купить люльку. Потому что с рождения ребенок у нас самый хрупкий. И первый год жизни он, соответственно, в автомобиле самый уязвим. И нужно максимально обезопасить ребенка, особенно в первый год. Люди думают, что ой, мне всего лишь на год покупать за столько денег. Но вот именно этот год, мне кажется, он основной. Потом вы можете что-то универсальное покупать, какие-то альтернативы искать. Но в первый год берите люльку. Это самый правильный вариант, лично на мой взгляд. Можно, повторюсь, взять и универсальные. У них тоже хорошие. Но они все равно не будут настолько дотягивать до отдельных групп. Потому что в тех креслах группа 0 достигается путем всяких подушечек, вкладышей, подставочек. Там еще что-то. Здесь же сам каркас весь сделан правильно для маленького ребенка. А не с помощью всяких там вкладышей. Поэтому эти кресла всегда эффективнее. Автолюльки, я имею в виду. Вот, смотрите, классическая люлечка. Куча места. Также у нас здесь есть вкладыши. Но без вкладышей никуда. Анатомию нужно ребенка поддерживать. Поэтому у нас есть обязательно фиксатор головы. При боковом ДТП ребеночек должен быть как можно плотнее зафиксирован. Также у нас есть фиксатор сбоку. У нас есть вкладыш, который тоже отсюда демонтируется. Кстати, ремень не пятиточный, а трехточный. В смысле эффективность при этом не страдает, не переживайте. Здесь вот вкладыш. Ребенка, для ребенка есть. И в нем есть специальная вот такая вот подушечка, которую по мере роста ребенка мы вынимаем. Она нужна для того, чтобы у нас как можно меньше прогибалась спина ребенка при транспортировке. Вот представим, ребенок у нас уже вырос. Нам уже тесновато в нем. Мы его демонтируем. И смотрите, давайте отсюда. И смотрите, сколько места у нас появляется. Также тесно голове. Можно, в принципе, вытащить подголовник. Но вот именно подголовник бы я, наверное, пытался до последнего тянуть, не вытаскивать. Чтобы голова лучше была защищена. Что касается пространства, разобрались. По материалам. Сразу говорю, материал обычный, простой. Материал ничего выдающегося. Да, он гипоаллергенный, тактильно приятный, но не более того. Поэтому не ждите здесь каких-то премиальных тканей. Все четко, практично и нормально. Так, кстати, она, люлька я имею в виду, она адаптирована для транспортировки ребенка на коляске. Адаптирована в каком плане? Здесь есть крепление для этого. Но напомню, долго в таком положении нельзя находиться ребенку. Поэтому прогулки исключаем полностью. Хотя бы месяца до четырех. Не нужно так долго гулять. Поэтому имейте в виду. Также у нас есть солнцезащитный козырек. Это очень хорошо, когда он есть. Потому что солнце низкое, на заходе, на восходе лупит в окно. И ребенку будет мешать. Поэтому у нас есть хороший плотный козырек, который у нас таким образом регулируется. Также, кстати, хочу сказать. Можно приобрести базу изофикс. Вот в предыдущем обзоре на люльку ii Gym я показывал эту базу. Можете посмотреть тот обзор и понять, что это за база изофикс. Это платформа, на которую все это ставится. Можно ставить на ту базу. И комплект, если покупать эту люльку с базой, получается меньше. В общем, цены внизу добавлю, чтобы актуальные вы могли видеть по ссылкам в описании. Я и базу изофикс добавлю цену. Ссылку и на эту люльку. Но очень гуманная цена на самом деле. Поверьте. Это комплект стоит как одна база какого-то бренда. Поэтому и интересен Joy вот этим. Они зашли на рынок качеством и ценой. Ну и безопасностью, соответственно. Ну а я вам сегодня покажу, как крепить люльку на кресло в автомобиль без базы. Здесь все очень просто. Нам нужно вытащить полностью ремень. По всех люльках в одном и том же месте направляющие. Просунуем в них ремешок обязательно. Вот так вот это все выглядит легко и просто. Но только на самом деле это кажется так легко и просто. И это на самом деле не очень такой удобный процесс. Поэтому я всегда рекомендую с базой покупать, если есть такая финансовая возможность. Потом нам нужно протянуть. Смотрите, вам отсюда виднее будет. Ремень в специальные направляющие здесь. После чего, чтобы у нас все правильно встало, попытаемся ее как будто чуть-чуть вывернуть. И тем самым мы натянем ремень. Ну и плюс еще сами ремнем все это протянем. Есть еще, кстати, дополнительный аксессуар. Такой валик. Он вот сюда вот в это место вставляется, чтобы она потихоньку-потихоньку не сползала. В общем, крепится вот таким образом. Это не очень удобно на самом деле в машине. Здесь мне ничего не мешает. Раз-раз и все. Но в машине там залезь, там нагнись. В общем, поэтому база, если есть возможность купить, купите базу. Там просто один щелчок и все, никаких проблем. Но с базой обычно спереди вы не поставите. Если захотите вперед ставить, вот такой вот способ крепления вы будете использовать практически всегда. В общем, как пристегивать, мы с вами разобрались. Больше мне добавить нечего. Все, что хотел в обзоре сказать, я вам сказал. Вот такая вот люлечка. Цена, качество, безопасность. Вот просто на идеальнейшее, наверное, соотношение. Я часто так говорю, потому что много интересных предложений, но в разных сегментах. Есть средний, есть премиум сегмент. Так вот это вот средний сегмент. Это не бюджетки ни в коем случае. И вот средний есть и намного дороже, чем вот это. А получите не факт, что больше. Поэтому обязательно посмотрите люлечку вот этого бренда. Вообще, в принципе, джоевские люльки все хорошие. И можете приехать в магазин Мир Автокресел. Возьмите малыша, померьте. Ну, в общем, убедитесь в моих словах в этом обзоре, что люлька действительно интересная. Поэтому напоминаю, ссылка внизу в описании. Добавить мне больше нечего. Если обзор был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Это помогает развитию канала. Вот вам же ничего не стоит нажать этот колокольчик и подписаться. А мне приятно. Вот. Собственно, всех благ вам и удачной дороги. До свидания.